Добрый вечер, милые дамы и уважаемые господа. Здравствуйте. С вами Светлана Амельян. Наталья Некрасова. С авторой проекта «Избай вязание», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины. Сегодня у нас очередные вязальные посиделки. Мне это слово очень нравится. Когда мне пишут предложения руки и сердца, а мне пишут предложения другие совсем. Надоело эти ваши видео, сделали бы в PDF. Девочки, ну возьмите и сделайте, хоть в PDF, хоть в MP4, хоть в MP3. Вот в чем хотите, в том и сделайте. Мне всегда очень нравится. Я вообще получаю истинное удовольствие от таких комментариев. Так, Наталья, меньше слов, больше дела. И так, извольте там это, давайте-ка мы как-то. Давайте. Вот давайте. Я готова посмотреть ваш мастер-класс, если он будет бесплатный, если он будет краткий. И мне сильно нравится. Сильно мне нравится. Я, может быть, его посмотрю. Возвращаю прям максимум удовольствия. От одних слов «так, Наталья, давай-ка», это давайте. Да, ужасно, ужасно. Ну, это люди, которые сами ничего этого мира не дают. Я сильно не люблю, сама неповерна. Здесь, просто понимаешь, когда говорят, вы не любите конструктивную критику. Это не критика. Я говорю, объясните, в чем ваша критика? В чем ваша конструктивная критика? И тогда все будет хорошо. Потому что, если кто-то не понимает, то школа машинного вязания – это бизнес, которым мы занимаемся с утра до вечера. То есть, если вы думаете, что это в перерывах между тем, как посмотрели телевизор и пошли что-то записали, нет. Это тяжелый труд, потому что приходится придумывать, искать какие-то варианты, чтобы было интересно. Вот вчера мы вязали мышь. Мышь далеко? Мышь, вон она. Мы вязали мышь. Это кто? Причем это была комедия просто, потому что… Начали мы вязать не мышь. Начали мы вязать абсолютно не мышь, а вовсе даже кошку. Но в какой-то момент мы поняли, что морда на кошку не тянет. Такая оказия, нет. Мы же перипетировали, я даже принесла эту кошку. Но в тот момент, когда мы начали эту кошку создавать, мы поняли, что это стопроцентная мышь. И прямо по ходу дела кота превратили… Превратили мышь. И вот здесь задача не потеряться, не начать говорить, что нет-нет-нет, раз кошка запланирована, будем кошку. То есть, мы на конференции перед… Что кошка, что мышка. Как я всегда говорю, перед всем миром постарались не опозориться, потому что можно было, стиснув зубы, идти, как заявлено, а можно было вывернуться и сделать это. Понимаете, для всего этого нужно всё-таки и волю иметь, и терпение, и желание, и любовь к тому, чем ты занимаешься. Потому что мышь получилась весёлая, позитивная. Какая бы получилась кошка, неизвестно. Когда кошка со стиснутыми зубами, неизвестно какая. Поэтому ваше предложение о том, что сделайте-ка нам мастер-класс, чтобы он был бесплатный и в PDF, и там ещё что-то, вот как бы мы не считаем это конструктивной критикой, мы считаем это человеку нечего делать. Когда мне пишут, вы тратите наше время на просмотр ваших дурацких каких-то уроков. Девочки, мы же никого не заставляем, это же не пытка уроками Натальи Некрасовой. Хотите, смотрите, хотите, не смотрите. На самом деле уровень уроков и наши, кто-то говорит, нравится, что вы с вами позитивно, можно просто отдохнуть, кто-то говорит, много болтаете, кто-то говорит, тратит наше время. Это всё на ваш выбор, есть масса других каналов. Подписывайтесь на наш канал, не подписывайтесь на наш канал, если вам нравится настрой наш, если вам нравится, что мы никогда не стараемся поливать других людей грязью, что мы не стараемся выглядеть лучше, чем мы есть. Мы вот такие, как мы есть, и мы вяжем тряпочки и превращаем их в дизайнерские вещи. На наш взгляд, это достойно того, чтобы этим заниматься. Если вы считаете, что вязание – это только кофты-свитера, ну, значит, вам нужно подписаться на параллельно идущий канал. Всё. А мы сегодня вяжем… Вот Вика спрашивает, а где вязали? Я вчера была конференциями. Девочки, мы всех приглашаем. Вот на самом деле те, кто подписаны только в одну какую-то нашу соцсеть, вы, скорее всего, можете что-то упустить, потому что вы, скорее всего, подписаны во много групп. И когда у вас идёт лента, в которой миллион постов, то, скорее всего, вы это пропустите. Поэтому подписывайтесь во все соцсети раз. Во-вторых, подписывайтесь в рассылку, потому что приглашения на конференции, анонсы новых мастер-классов мы всегда рассылаем в рассылку. То есть смотрите во всех местах, где вам это интересно. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, потому что в YouTube-канале есть ещё возможность получать уведомления на электронную почту. То есть когда у нас видео остается в открытом доступе, то вы будете, если специальную шестерёночку там нажмёте, то вы будете получать всё сообщение на свою почту, которую вы привязали к этому каналу. И вы будете знать, что происходит. А у нас практически каждый день выкладывается новое видео, и в четверг мы будем вязать... Что там? Шапка, что ли? Нет, это была носки. Мы уже запутались, что мы вяжем по очереди. Да, да. Елена написала. Девочки, здравствуйте. Ни у кого на YouTube нет столько бесплатной информации, как у вас. Спасибо. А мы стараемся, чтобы было интересно. Ну, знаешь, я... Вы учитесь вязать, а я учусь всё-таки преподносить эту информацию, чтобы было интересно. То есть моя задача, она немножко другая. Так вот, самый главный постулат человека, который хочет зарабатывать много и получать от этого удовольствие, это вот найти дело, которое ему нравится. Потому что если ты делаешь то, что тебе нравится, вот эта позитивная энергия, она расходится. Люди приходят, люди тянутся. Люди не любят, когда со стиснутыми зубами человек это делает. Когда он делает это ради денег. Вот мы делаем ради удовольствия. Вот я говорю, что всякие вот эти мышки-нарушки Наталья вяжет с огромным удовольствием. Потому что... Мы с Светланой уже обсуждали проблему кофты и прочего-прочего. Потому что если мы станем, как все, и будем вязать крупногабаритные изделия, мы можем. Мне на самом деле, как Светлана говорит, что свяжем? Как? Говорю, вот что скажешь, что свяжем. Мне вообще всё равно что вязать. Но от мышей я получаю удовольствие. И когда я получаю удовольствие, вы это видите, вы тоже заряжаетесь. Если я буду просто навязать с вами то, что мне не нравится, мы свяжем, мы сделаем, у нас всё получится. Это будет красиво, но это будет без души. Потому что вещь должна эмоции создавать. У нас так же тяжёлая и серая, что мы должны сами себя подпитывать. Вот эта подпитка необходима нам. Гуделина спрашивает, кофточка на мне с диагональными фабричной или домашняя? Нет, это фабричная. Знаете, вот я Наталью стараюсь не занимать вязанием на меня и на себя. Почему? Потому что вы просто не понимаете, что школа – это вот с утра до вечера ответы на вопросы учеников. Потому что вопросы такие бывают бесконечно безумные, что даже не понимаешь, ну как человек смотрел мастер-класс, если он ждёт такой вопрос? А я спокойно на самом деле воспринимаю, потому что разные мы очень сильно. Я общаюсь с такой массой людей совершенно разных. Разные настолько и по возрасту, и по местоположению, и всего. То есть менталитет разный. И восприятие разное. Одному надо 15 раз повторить, а другому надо только намекнуть. И всё. Виктория, ну как обычно, игрушки не люблю, да? На женщин всё же не люблю, да? Да-да-да. Не ухожу ради атмосферы. А кто-то наоборот будет ради игрушек. Ну, Виктория, значит, вам ещё не надоело кардиганы вязать, у вас ещё всё это впереди. Да, Елена пишет. Кому не интересно, тот идёт мимо. Очень золотые слова, да? Мы с вами собрались вместе, мы мимо не идём, мы сейчас получим обалденного хомяка. Мышь делается по аналогии, я надеюсь, что хомяк будет столь же весело. Ну, посмотрим и скажем, что можно делать. На самом деле, вот в процессе вязания, ну, создания хомяка, может, мы его тоже переведём в кого-нибудь ещё. Как пойдёт? В корову. Ну, хотя бы. Пожалуйста, можно? В корову. Девочки, не забывайте ставить лайки, дизлайки, не забывайте подписываться на наш канал, потому что у нас действительно очень много интересных мастер-классов, которые не только связаны с машинным вязанием, но и с фотографиями. И я планирую ещё несколько... Куда можно, чтобы посмотреть? Планирую ещё несколько мастер-классов, связанных не с самим вязанием, а именно с сопутствующими системами. Поэтому подписывайся на наш канал. Я не смогу до вас донести информацию о том, что у нас есть, если вы не с нами. Вот как бы насильно никому ничего не впихнёшь. Минуточку. Небольшая подготовка. Я с удовольствием, Лариса говорит, с удовольствием ты живёшь за вашим каналом. Мышка чудесная, игрушки – это здорово. Игрушки – здорово, потому что на самом деле игрушки-то могут связать многие, но чтобы это было просто, и за пять минут такое нечастное. Джордин Думанди говорит, так, Наталья и Светлана, вы молодцы. Да, приятно. Так приятно, да. Итак, мышь. Мышь у нас круглая, толстая, то есть это хомяка, хомяки, если вы знаете хомяков, если вы когда-то их видели, это такие толстые-толстые мыши. Джунгарские. Нет, джунгарского мы не стали, потому что уж больно меховой. Он причем такой несчастный, как будто щипанный. Вот посмотрела на этого джунгарского, мне прям даже жалко не стало. Его мы вязать не будем, мы будем делать хомяк обыкновенный. Причем в прошлый раз у нас был синий хомяк, сегодня у нас будет. Ну, это рыженький, рыжего хомяка мы с вами изобразим. Итак, мне нужно связать, нужно связать прямоугольник, чтобы при сложении он создаёт… Свет лососево-форелевый. Вот вы знаете, кто из них. Крашеный лососин. Крашеный лососин. Всё, вот она. Чтобы при сложении у нас квадратик получился. Поэтому метраж любой, могу сказать, какой размер у моего прямоугольника, если интересно, получается 19 на… Ну, почти 19, почти на 10. То есть 20 на 10. На самом деле это получается 19,5 на 19,5. Два квадрата. Правильно? Или можно… 10 на 10, 20 на 10. Ну, 10 на 10. 20 на 10. То есть можно связать два квадрата, но зачем вязать квадраты, когда можно связать прямоугольник. Итак, мы его складываем и сшиваем. Дилов-то… Дилов-то так. Сшиваем. Этот хомяк у нас… Дело в том, что шов у нас, если по изнанке виден, если по лицу… Ну, мы с тобой не отрепетировали по лицу, давай не будем. Или хочешь… Мы не будем по морде делать. Я про то, что просто по изнанке лицо не вяжем. Ну, изнанкой шва не будет видно, да? Лицо. Нет, если лицо наружу, то шва не будет видно. Шва практически не будет видно. Поэтому делаем… У меня, в принципе, и так и здорово. Мышка – это здорово, Светлана говорит. Мышка. Такую мышку… Нам очень понравилось. Вот я говорю, что мы хотели кошку, и я в анонсе эту кошку лепила. Кстати, вот пластилиновая, где там у нас… Вот она, кошка. Кстати, могу показать ее. Вот кошка. Я-то ждала там кошку, а тут кошка вот. Я там-то кошку ждала, а там кошка. А там кошка, да. Ну, вот из этой кошки мы получили мышку. Всегда это очень забавно, но у нас вот так. Скалываем прямоугольник, сшиваем боковую сторону, потому что нам надо получить законченную деталь сшитую и сшиваем по краюшку. За целый петельный столбик, потому что мы мыша будем набивать, а набивка – это значит напряжение, натяжение, и чтобы швы не расходились, его надо как следует стянуть. Ну, и чего ты молчишь? Все, я скажу, молча, молча. Молча стесну зубы. Как положено. Как это должно быть, как обычно делают. Именно стесну зубы, да. А что за ниточка? Ниточка. Мне очень нравится. Можно название номер цвета. Ну, вот опять начинается. Номер это не скажу. Ну, вы же знаете, с чего мы вяжем. Акрил, стопроцентная детская пехорка, новинка, номер цвета не могу сказать, потому что перемотано уже все. Стопроцентный акрил, наш российский самый дешевый. Световая гамма, да, у них совершенно потрясающая. Для целей нашего собрания идеальная пряжа, потому что игрушки вязать из дорогой пряжи, пушистой, наверное, расточительно. Дети все равно этими игрушками пользуются не очень как-то гуманно. Насчет расточительной не знаю. Но вообще игрушки, которые... Если вы ребенку ударите за 5-10 тысяч какой-то наборчик или что-то, то за 500 рублей пряжи купить и связать какую-то игрушку теплую меховую. Теплую меховую, да. Если вы планируете действительно такую красоту, потренируйтесь на самый простой. Вы понимаете, в чем проблема, где какие нюансы, где поджать, где подтянуть. И можете вязать то же самое из дорогой пряжи. Эффект будет выше всякого ожидания. Да, это правда. Отработка мне никогда не помешает. Все, закончили самый сложный момент. Мы с вами подготовить... А, еще не все закончили. Еще один шов. И мы приступим уже к самой мышке. А хвост будем потом отдельно? Хвост отдельно. Его даже можно не на машине, потому что, опять же, возвращаясь к анатомии хомяков, у хомяков хвосты, ну, прям, скажем так, себе хвосты. То есть, это не пушистое что-то, это такая лысая пимпочка. Если вы видели, хомячиный хвост не украшает. Он просто есть. Ну, как говорится, что Бог дал, тем и пользуемся. Да, да. Хомяки они такие. Итак, складываем шов назад на... Сейчас не вижу. Сейчас не вижу, где я. Складываем шов посередине. С одной стороны у меня такой достаточно простенький набор, с другой стороны у меня закрытые петли. Если вы хотите сделать вообще прям бесшовного, но с другой стороны мы все равно будем зашивать это ухо, поэтому горизонтальный трикотажный шов здесь не является необходимым. Поэтому можно делать шов поверху. Можете оставить открытые петли, горизонтальным швом зашить, вообще ничего не будет. У вас будет целиковая деталь. Очень хорошая идея, но в данном случае она не сильно нужна. Виктория, кстати, насчет того самого иранского акрила была у меня заказчица на складе и сказала, не стоит. Качество акрила ужасное. Вот так. Это вот это акрил? Нет, не этот акрил иранский. Там какая-то контора по распродаже изъятого и масса 4 тонны этого акрила, то ли какое-то кошмарное количество. И вот они распределяют цвета, серые, коричневые, то есть мракота, как будто это шерсть чистая. Очень похоже на вкрапления джинсы, как джинсовые такие, но очень уж мрачно. Зато очень тоненькие и в бобинках. Ну, мне ближе вот этот наш яркий, позитивный, потому что я так представила, что я буду вязать из мракоты с такой, ну, вот как бы добавить его куда-то, вот как Вика хотела его разбавлять на жаккарды. Наверное, стоит. То есть вязать основной цвет какой-нибудь с хорошей пряжей, акрилом разбавить. Он не красится, не деформируется, одни удовольствия. Ну, Виктория сама уже опытный боец, несмотря на то, что вяжда она не так давно по сравнению с нами, на самом деле она уже, как бы, мы с тобой больше теоретики, да, у нас очень много... Ну, мы больше не из практики. Да, да. Виктория вот сейчас экспериментирует на том, что есть в магазинах, что в шаговой доступности, не в шаговой доступности. То есть мы погрязли в мышах, а люди все-таки стараются вязать и создавать, продавать вещи вязаные. В общем, у нас немножко разный подход к вязанию. Но эксперименты я очень люблю, очень люблю и уважаю тех, кто тоже там принимает участие в этом. Кстати, а вот этот цвет не похож на лососева, который мы свяжем вяжем? Он ярче. Он более ядреный такой. Тот действительно напоминает красную рыбу. Такой этот крашеный. Явно вот если красная рыба, то она крашеная. Там цвет более натуральный. А, натуральный красный. Ну, где я их положила рядом, да, натуральный, не крашеный. То есть ты провела эксперимент. Нет. Ну, эксперимент, если можно говорить экспериментом, что я положила два цвета рядом, то вот. Так, вот что у нас получилось. Зашитый шов. И сейчас мы с вами должны сделать ушки, прежде чем будем набирать, в оттельце. Потому что, если мы набьем тело с ушами, то уши нам будут потом не... Слушай, а ты уши не подшил изнутри? Ведь можно было изнутри их прямо подшить. Нет? А зачем? Как я их изнутри подшил? Нет. Уголочек подшить, чтобы он не был острым. Или ты как бы... Я потом по месту. Потому что мы его так загнем, если надо, а может и не надо будет. Да, да, может быть, и не надо. Я выворачиваю максимально, чтобы не было... Ребра. Ребра, да. Но на самом деле, еще раз, можно было бы горизонтальным швом закрыть, у вас все было бы так. Уши. Хомячины уши представляют из себя маленькие тоненькие ушечки. То есть мы обычно делаем уши какие? Утрированно большие. Мы с вами делаем. что у хомяка, что у мышки, что у крыски, очень маленькие ушки. Ну, просто очень маленькие. Как бумажечки. Потому что милашечки, да. Но их гипертрофировано увеличивают. Потому что милашки. Потому что, да, пупсики такие. Поэтому вот что делать. Идем на поводу. Но на самом деле, если мы сделаем хомяка вот с такими ушами, то вы его не опознаете, как хомяка. Да, потому что хомяк все-таки это в основном толстые щеки и короткий хвост. Все остальное, как бы на вашем усмотрении. На самом деле, признаемся, что мы эту модель не отработали, только в теории. И ориентируясь на мышь, мы сейчас будем экспериментировать вместе с вами. Надеюсь, что удачно. У нас не слон получится, да? То есть, если вчера мы вязали кошку, получили мышку, то надеюсь, что сегодня вместо хомяка у нас слоник не получится. Слоник не получится. Ну, как пойдет. Опять же, как пойдет. Игрушки это дело такое. Особенно, когда они вот такие вот. Я хочу сказать, что вчера мы с тобой специально проводили агитацию насчет того, что те, кто не вяжет игрушки, потому что, ну, это вообще как можно детям игрушки вязать? Как можно детям вязать игрушки? Да, да. Надо покупать, чтобы дети знали, что вот можно купить, что родители о них заботятся. А если мама с ними вяжет, значит, это бедные. Вот я хочу сказать, что те, кто вырос в бедности, они думают, что мама с детьми занимается от бедности, а мама с детьми занимается из-за любви. Потому что мама хочет, чтобы дети переняли ровно то, чему она их хочет научить. И если она хочет их научить рукоделию, то не для того, чтобы они выросли и пошли вязать шапки, носки. Очень часто это происходит для того, чтобы всё-таки дать развитие мозгу, потому что ручной труд развивает мозг. Говорят, что те, кто вяжет, реже болеют болезнями мозга, в том числе Альцгеймера. Я не знаю, британские учёные установили. Но они очень много, чем устанавливают. На ком они установили и какую они брали аудиторию для исследования, мы не знаем. Но в любом случае, не случайно, маленьким детям рекомендуют именно мелкую моторику развивать, предлагают им какие-то малюсенькие игрушки, для того, чтобы они не кубы, не шары, а именно вот такие мелкие вещицы, которые они могут пальчиками трогать, определять шероховатости, определять их форму. Всё это вот как бы именно для развития мелкой моторики. Поэтому если мама занимается с ребёнком... Кстати, вспомним 18-й век, 17-й век. В домах мамы вместе с дочерьми рукодельничали. Они, правда, там шили какие-то кесеты, вообще даже не понимая, что это такое, какую-то ерунду, там эти пяльцы вышивали, но они всё равно тоже занимались. Ну, я думаю, они от тоски выли, поэтому они хотя бы вышивали. Ну, от тоски выли, люди состоятельные, ездили на полы и в театры, понимаешь? Не каждый день в деревне были. Ну, да. Вот должна была вышивать. Она сидела и вышивала. У неё свои обязанности. Так ухо. Подталкиваю внутрь немножко уголок, чтобы ухо получилось круглым. Опять же, исходя из хомячинах ушей. То есть ушедомий хомяка. Возвращаемся к анатомии хомяка. По поводу того, что ушки должны быть загнуты, мы их, я думаю, что загнём, но после того, как мы хомяка уже получим на объём, будем формировать щёки, тогда и с ушами корректируемся. Поэтому сейчас я ухо больше не трогаю. С него хватит, один и второй. Я бы зашила сейчас прямо. Ты сейчас с иголкой возишься, возишься, взяла и зашила. Какая тебе разница? Ну, какая тебе разница-то? Потом души ещё... Мы подтягиваем. Ты думаешь, если ты зашьёшь щёки, то у тебя как-то изменится анатомия. Всё равно ухо надо защипнуть и зашить. Ну, давай, уговорю. Добрый вечер, девочки. Спасибо, что вы пришли посмотреть хомяка. Да, несмотря на то, что вещь в хозяйстве абсолютно ненужная, но я думаю, что позитив у ваших детей после этой вещи будет больше. Как мы, Наталья, вчера на конференции говорили, что до 16 лет детей не допускают, потому что в противном случае дети не дадут маме спать. Уберите ваших детей от телевизора. Мы вяжем хомяка. То есть если хотите ночью спать, во время наших посиделок детей не допускайте до этого. До телевизора. Так, ухо-то у меня в эту сторону. Я даже не понимаю, что ты шьёшь, 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 шьёшь. Ну, зажимаю ухо. Зажимаю. Что-то я увлеклась обнимать им ухом, но, правда, надо его уже заканчивать. Вот прям, да. Художественная штопка по уху. По уху, да. Оторваться не могу, да. Ухо, доведённое до совершенства, да. Ну, что делать? Просто мы даже не понимаем, что ты там делаешь. Ты туда-сюда мусолишь, мусолишь его, и что с ним в итоге. Так, ну, не поставайте. Второе ухо буду доводить до совершенства, но уже готовым хомяки. Всё. Перехожу на второе ухо. Мне непонятно. Мы с тобой обсуждали ухи совершенно по-другому. Мы обсуждали маленькие круглые ушки. Мы обсуждали вот такие вот ушки. Ну, вот оно и согнутое, маленькое круглое ушко. Не согнутое. Вот. Я его согнула, и тебе сказала, как, подожди, подожди. Не надо мне под руку всё время что-то рассказать. Сейчас я всё сделаю. Будто ушко. Что это мне начать что-то делать? Светлана тут как-то. Он там контролирует. Кто автор всех дурацких идей? Да, но сама при этом, когда я протягиваю ей иголку, говорю, на, она не... Я? Да, дело руководить. Да, у каждого свои, да. Зато я придумала новую шапку. Я ездила в город и придумала новую шапку с резинкой. И вот после мастер-класса я Наталью озадачу. Я думаю, что она ночью спать не будет. Будет думать, как её это реализовать. Потому что я вот не могу понять, как сделать. Вот как бы вопрос, как реализовать, наверное, самый простой. Один из вопросов был, откуда вы берёте такие бредовые идеи? Вот, девочки, вот знать бы, откуда они вот берутся. Слушайте, а знаете, вот начинаешь рисовать мышь, кошку получается мышь. То есть голову приходит, приходит видение сразу. Вот здесь вот не так, и будет совершенно другое. Будет вот одно за другое цепляется. Это настолько интересно. А это всё почему? Потому что мы не заняты вязанием на заказ. У нас нет цели связать именно вот это. Мы не озадачены конкретной целью. У нас цели-то нет. У нас есть... Нет, у нас цель получить удовольствие. Цель получить удовольствие, доставить удовольствие другим. Вот когда говорят, вы так много болтаете, вообще заткните там Светлану, чтобы она молча сидела, вы никто не задумывается над тем, насколько это трудно говорить. Вот Наталья сегодня два мастер-класса провела, ещё сейчас по сиделке. Голос заканчивается. И если Наталья будет всё время говорить, ну как бы вот на школу нас точно не хватит. Тогда нам придётся прекратить по сиделке. И тогда вот вы точно её не услышите. Правильно, когда все хотят, чтобы молча сидели и обучали. То есть хотят услышать урок мастер-группы на халяву. Ну вот это грубо, но правда. А я не провожу уроки мастер-группы на посиделках. У нас есть место, где я могу оторваться и на девочках, и на уроках, и на том, чтобы рассказать как можно больше. То есть у меня есть то место, где я выкладываюсь вот в этом формате. Здесь я играю с вами. Поэтому если вы хотите конкретики, пожалуйста. Я всегда рада вас видеть в нашей мастер-группе. Вот конкретики выше крыши. Девчонки воют уже от моей конкретики. Но пока держатся, мне это очень нравится. Ирина Павелина пишет. Я вчера смотрела ваш мастер-класс по кошке-мышке и анонсировала внучке, кошку-шарик. Внучка сразу сказала, хочу-хочу. Девочки, тут сомневаться. Мы сами радуемся, когда придумываются вот такие вещи. Вот вы даже себе не представляете, насколько у нас огромное удовольствие от того, что получается что-то необычное. Потому что мы живем в таком мире монотонном. Он монотонный, однотипный. Понимаете, все серые. Огромное удовольствие связать розовую мышку или голубую мышку. Просто огромное удовольствие. То есть выйти за рамки стандартов – это огромное удовольствие. Те, кто живет вот в таком мрачном мире, это вот они, ну, как бы, недовольны. Знаешь, вот ту шапку, которую мы с тобой вязали в прошлый раз, одна мадам на одном из ресурсов мне написала, хотела бы я увидеть идиота, который будет такую шапку носить. Вот я даже просто не понимаю, но почему вот так вот обязательно? И там сразу идет это комиссия. Да, да, хотелось бы. Да, да, вот мне 58 лет. И вот эта модель как раз для меня. Я вот давно хотела что-то такое, вот нестандартное. Прямо, понимаешь, ну, вот зачем так, вот зачем вот такие вот, переходить на личность и оскорблять просто. А это стиль общения. То есть если человек привык так разговаривать, она может со всей душой к тебе. Это она так очень нежная и ласковая. Есть такой тип, который, она вот так разговаривает, считает, что тебя похвалили. Нет, ну, человек даже не задумывается, что он не то, что оскорбляет, что он показывает свое невежество. То есть у него вообще не то, что там креатив. Вообще нет ни воспитания, ни уважения. Он этим живет, у него совсем другие проблемы, другие чайные. Нужны ей твои шапки и мыши. Нет, вот я говорю, что вот эту шапку, которую мы с тобой связали, очень-очень прикольная, очень. Очень прикольная, да. И столько там комментариев таких, даже в Ютьюбе. Уж не считая того, что в соцсетях. Действительно, шапка необычная. И очень понравилась тем, что она не избитый фасон. В ней нет ничего вульгарного, она просто необычная. То есть сделана просто, а получилось вообще не пойми что. Очень здорово. Ирина говорит, к сожалению, не видела чат, и поэтому не призналась, что я есть. Вы знаете, на конференции, конечно, очень противно. Я даже не понимаю, как люди туда попадают, потому что мы видели чат, но не видели, точнее, в одном окне видели чат, в другом окне видели запись, то есть контролировали, что мы там на экране видим. И мы даже не знаем, сколько там людей было. И я предпочитаю на конференциях даже не знать, сколько там людей, потому что однажды мы выступали, было три человека. Это было... То есть назвать это конференцией, я бы, конечно, язык бы не повернулся. Но на самом деле мы вообще не смотрим, сколько людей. Мы делаем для себя. Вот как бы делаем, получаем удовольствие. Будут смотреть, не будут. Вот если начать зацикливаться над количеством народа и страдать, настроя смотрят, ну и кто-то написал такое, и подавитесь, и не буду я для вас ничего показывать, я не помню, где это было такое. Ну и зачем? Юл напишет, а я, может, и идиотка, но шапку, связанную по вашему мастер-классу, довольно-таки нашу, просто немного переделала по-своему. Ну, конечно же, мы не наставим на том, чтобы вот только так и не иначе. Мы вам показываем идею, потому что там идея в шапке не в том, что у нее рулик должен быть, или не в том, что у нее как бы только вот так вот, а вот в этой макушечке, которая не поджимает волосы, то есть она создает такой вот интересный колпачок. Вот ты знаешь, мне потом, после того, как мы ее связали, она мне еще напомнила гномика. Гномики, вот у них колпачки примерно так же, тоже сюда, как бы вот вперед немножко загибаются, с таким наклоном. А может ли? Да, сейчас, что-то у меня не затянует. А ты затянула и завязала, а потом начинаешь набивать. Ну, сойдет. Ну, и все, да. Сойдет, да. Кошку набили, в общем-то, сейчас это разойдет на этом месте. Донышко, поэтому так. А шапка, почему это для себя? В первую очередь для нас. Ну, мастер-классы для вас, конечно, но мы, когда их делаем, то мы не делаем, если нам не нравится. Каждый мастер-класс, мы с Натальей, вот, доводим до такой состоянии, когда нам начинает нравиться. Потому что вот эту кошку, которую вот вы видели, она, мы ее с Натальей планировали совсем по-другому. И когда я ее лепила с мастерина, у нас была другая идея. Потом мы ее начали доводить, 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 и в результате превратили в мышку. Ну, вот. Может, наверху, вот здесь вот еще надо немножко сжать, или это не стоит? А я не знаю, где уху на каушке, по бокам или на макухе? У них просто маленькая голова, у них все остальное щеки. Ну, значит, вот здесь надо так поджать, ибо что будет котином, если мы... Давай делаем морду, все остальное, а потом подожмем уши. Да, потому что... Потому что в хомяке сейчас будет главное не уши. Главное щеки. Новок пишет. Есть люди, у которых девиз такой «Сделал гадость сердцу радость». На таких негативных людей не стоит обращать внимание. Вы знаете, за столько лет работы в этой области выработалась защита от таких людей? Нет, мы их видим, мы как бы отмечаем, что они встречаются в нашем пути, но они уже не вызывают такой боли, которую они вызывали в самом начале. Потому что мы не понимали, откуда этот негатив. То есть мы думали, что мы что-то делаем не так. А это просто у человека такая жизненная позиция. Вот ему все плохо. Я, знаете, вот просто удивляюсь, почему на телевидении существуют каналы, где какие-то там разборки, чего-то там это, кто-то куда-то пошел, кто-то... Какие-то клянзы орут, кричат. Я просто не могу. Я, когда попадаю на этот канал, мне становится просто плохо. Но я вижу, что эти программы идут на первом канале. И это говорит о том, что это очень рейтинговые, то есть в популярное время идут рейтинговые программы. То есть люди, людям они нравятся, и они понимают вот этих людей с их проблемами. И они решают эти проблемы так же. Вот тоже на крики, на визги, на истериках. Ну вот я не могу. У меня на оскорблениях. Да, так решаются все проблемы. И так вот мы живем. Многие так и живут. Это ужасно. Это ужасно. Щеки. Щеки обязательно. Елена говорит, я вроде на вас везде подписана, конференции, как-то мимо меня проходит непорядок. Ну, Елена, не знаю. В ВКонтакте несколько раз выкладывала, несколько раз. В рассылке точно два раза анонсировала. Ну вот точно два раза анонсировала. То есть вот как бы, ну куда вот еще повесить, не знаю. К сожалению, в конференциях мы не можем дать ссылку напрямую на трансляцию. Потому что, точнее, можем дать, но она не ютубная трансляция, и вы просто не увидите. Если я дам ссылку просто в чате, вы лету будете пролистывать, и она у вас проскочит как просто ссылка. То есть, если нет трансляции в ютуб, то нету вот этой заставки, видео нету. Вы просто увидите ссылку и не поймете, что это такое. А делать вот анонс, что мы там начинаем вязать, заходите, приходите, уходите, ну, это не наша трансляция. Это не наша трансляция, мы ее, наша задача была поделиться в соцсетях, мы это все выполнили. Но, опять же, мы специально сделали вот этот формат, что меня все время спрашивают, когда будете выступать, то есть, когда вам делаете ваше выступление. я выбираю время так, чтобы следующим днем были посиделки, чтобы мы на посиделках могли еще раз повторить это же изделие, либо рассказать о предыдущем, как мы вязали, и чтобы вы поняли, как мы вчера вязали, как мы сегодня вяжем. Поэтому, вот те, кто не был вчера, ничего не потеряли, по этому же принципу вяжем, только уши делаем больше. Все, вот ничего другого нет. Делаю нос, ведь я собрала уши, у меня получились огромные щеки, сейчас я делаю носик, то есть, я зажимаю часть полотна и прошиваю его через полотно. Лариса пишет, кому не нравится? Все в сад, все в сад. Вот бы еще мастер-класс по куклам. Ну, девочки, вот куклы, не делаем кукол, потому что все-таки это отдельное такое направление, и в нем нужно специализироваться. То есть, вот так вот с носков куклы... Ну, куклы с квадратика все-таки, наверное, это не совсем... Там самое интересное лицо, Наташа, понимаешь? А лицо, это, конечно... А мы вот с лицами как бы не сильно дружим, все-таки мы по зверушкам больше. Мышь-то можно что-то? да. Ну, знаешь, мы как-то... Делали кошку, он получился мышку, но вот такое лицо. Ну, если мы куклу сделаем с греческим носом, вот как бы, может быть, не всем будет понятно, поэтому стараемся не злоупотреблять. Анна Николаевна, какие вы молодцы, спасибо вам за ваш труд. Анна Николаевна, а вы не подлизывайте. У вас уроки не сданы. Вы не сдали четвертый курс. Ага, вот так вот. Все. Я всегда всех знаю. Анна Николаевна там шапок навязала всем детям и хвастается, выкладывает. Я все вижу, все вижу. А джемпер не сдала. Да, да, да. Так, вот здесь будет нос. Носы у хомяков, как выяснилось, розовенькие. Это они у мышей. Пимпочка черненькой. Мы уже все посмотрели. Поэтому сейчас сшиваем глазки. Так, не забываем, хотела напомнить, не забываем ставить лайки, если вам нравятся дизлайки, если у вас плохое настроение, если вам вообще просто хомяки просто по жизни не нужны. И нажимайте кнопочки соцсетей, пусть это видео выкладывается в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, вот везде, где вы есть. Пусть остается след о том, что мы вязали таких мышей. Потому что, ну, такими глупостями кроме нас никто не занимается. И если у кого-то плохое настроение, когда видят, ну, вот такую вот, как бы, совершенно бесполезную вещь, настроение повышается. Потому что вяжется быстро, выглядит позитивно. Вы знаете, это терапия. Все-таки, в какой-то мере, это терапия. Это глазки. Сейчас мы их бушины, глазки бушинки. Ну, чего? Чего ищем? Тонкую иголку, где-то воткнулось сюда, ничего не вижу. Не забывайте, делиться, пожалуйста, потому что для нас очень важно, чтобы канал развивался. Чем больше подписчиков, тем нам интереснее делать мастер-классы. И если кто-то думает, что мы занимаемся этим вязанием для себя, я каждый раз повторяю, для себя мы бы не стали записывать видео и выкладывать. Все-таки мы это делаем с этими двоем, с чаем, с дочками, для сарапы. И совершенно бы не стали бы это выкладывать на канал. То есть мы развиваем канал, и нам очень важно, чтобы приходили новые люди, чтобы были комментарии, чтобы были лайки, ну, в крайней случае, без лайки, но чтобы наш канал не оставлял людей равнодушными. Потому что негативные комментарии в кадре, пожалуйста, YouTube блокируют, и вы себе не представляете, сколько комментариев нецензурных. Я просто не понимаю. Правда. Откуда люди... Откуда у этих добровольных... Да, да. Потому что... Ну, не нравится тебе, ну, как бы проходить мимо, нет. То есть как бы вот искоренить, изничтожить, вот как бы, чтобы не было в этой жизни вот такого непорядка. Ну, не знаю. Никогда не думала, что мы такую вот будем вызывать такую ненависть у добропорядочных граждан. Ну, я так понимаю, что это у всех такие, но вот когда как бы таким безобидным творчеством занимаешься, вот непонятно, откуда это, откуда берется это, что может вызывать ненависть. Всё. Всё. Ну, да, да. Ну, вот пока ты это делаешь, я расскажу всё-таки про то, что у нас всё-таки не только это, но ещё есть и другие проекты. И сейчас у нас начинается проект, который называется дизайнерская безрукавка на одной фронтуре. Это марафон машинного вязания, на котором мы вяжем безрукавку вот такого очень похожего цвета на мышь, которую мы сейчас делаем, но всё-таки более нежный. На самом деле цвет здесь не столько важен, но мы этот цвет выбирали перед Новым годом. Вот как бы оказалось, что у нас с Натальей такие куртки как бы в тему года свиньи. И около магазина мы взяли и сфотографировались с этими свиньями. Оказалось, что пряжа, которую мы купили, вот как говорится, если человек любит что-то, вот какой-то цвет, он этот цвет везде находит. То есть как бы я даже не подозревала, что цвет, который я выбрала в магазине, он в точности соответствует моей куртке. Это мы поняли только тогда, когда мы вышли и сфотографировались со свиньями. То есть вот эта пряжа, она абсолютно растворилась на моей куртке. Вот как бы рука автоматически тянется, то есть мне этот цвет очень нравится, и свиней я увидела ровно точно так же, потому что яркое пятно. А вязать мы будем из мариносовой шерсти, которая 95% шерсти, а 5% акрил. Это пряжа пихорка, мы ее купили, там у нас еще много остается пряжей, один моток, то есть из шести мотков. Ну, один, по-моему, у меня кот у него. Раз, два, три, четыре, пять. Из пяти мотков. Да, сейчас я взяла четвертый, остается один еще. Вот, мы сначала связали, конечно же, образцы, и красная рыбка называется из-за вот такого лососева, семгова, не знаю, форелевого цвета. Это вот, нужно положить эти рыбы, чтобы определить, то есть они там немножко различаются по оттенкам, и из-за такого узора, который мы на нашей безрукавке связали. Вот, вчера после конференции Наталья принесла детали, и эти детали мы соединили для того, чтобы посмотреть, насколько получается то, что мы задумали. Вот, получается ровно, идеально то, что мы задумали, и в четверть вернутся. Потому что я не планировала отпаривать и стирать. То есть сейчас все это завернулось, сегодня вся эта заворотность ушла, и все легло прям вот, прям по телу. Вот, и поэтому эту безрукавку мы будем вязать на марафоне. Марафон у нас начинается в четверг в 0 часов. Мы будем рассылать первое задание всем тем, кто принимает участие. Марафон платный, 500 рублей стоимость участия, но эти 500 рублей не означает, что вы получите запись с марафоном, если вы ничего не будете делать. Только в том случае, если вы сделали репост рекламной записи, только в том случае, если вы присылаете отчеты и выкладываете их в группе ВКонтакте, вы получаете следующее задание. Поэтому это марафон с условной платой, то есть 500 рублей это не такие большие деньги, но за эти деньги вы получите вот эту безрукавку, которая очень много у нее всяких нюансов, которые, ну, знаете, вот когда мы вяжем на куклу, то люди говорят, что на куклу ты дурак свяжешь, вот вы свяжите на себя. Вяжем на себя. Вяжем на себя, да. Причем хочу сказать, что вяжем на себя на примере Светланы, я показываю, как снимать мерки, как строить выкройку, как подгонять под себя. То есть вяжем-то на Светлану, но получите вы рыбку на себя. Да. Причем вы мою форму видите, что я дама такая не худосочная. И в безрукавках... Снимем сыр. Поднимем. И в безрукавках самая большая проблема в том, что оттопыриваются рукава и они как бы обвисают, обжимают тело, то есть они выглядят как будто у рубашки обрезали рукава. Вот мы этого в этом изделии избегаем. И там, вы видите, остается достаточно много места для того, чтобы пришить резинки. Но вот как это будет сделано, вы увидите уже совсем скоро. Но мы вас приглашаем на этот марафон, потому что сейчас еще можно подписаться на участие за 500 рублей. 500 рублей. Это значит, вы делаете репост рекламной записи. И... Что, тебе не нравится? Что-то потом мрачное. Слушай, нормальная мыша. Нормальная мыша. У меня как-то хорошо. Сейчас делаем лапки. Мы решили, в отличие от мыши, которая у нас уже была, сделать ей лапки, которые будут держать сыр. Сыр я пока прикрепила условно, условно, чтобы было куда ставить лапки. И лапки точно так же мы зажимаем ниточкой. Мы тут разглядывали, когда хомяков. Вот если вы поинтересуетесь этой темой и посмотрите, откуда у хомяка, жующего, чего-то там берутся лапки, то очень удивительно, что если вы будете смотреть не на тему в принципе хомяка вообще, а разглядывая его анатомию, лапки берутся неизвестно откуда. Они вообще сидят, они в такой позе, все эти хомяки, что просто есть лапки, и он этим лапкам не держит. Непонятно, откуда растут лапки, потому что там в основном щеки есть. Да, щеки и щеки. У всех эхо или не у всех эхо? Я ничего не делала. Если у кого-то эхо, попробуйте закрыть лишние вкладки. Скорее всего, дважды открыли. Виктория Спросветлана есть какой-то лайфхак, как снимать мерки с самой себя, а то каждый раз изворачиваются. Виктория, один раз снимите мерки, один раз, и все. Мне очень нравится, девочки у меня когда читают. Это самый главный лайфхак. Девочки, когда меня снимали, с мужьями научились, конечно, больше всего, потому что мужчина говорит, так, твои метровые ленты, это фигня, они не эталонные, он говорит, измерял меня рулеткой, а там она по рулетке переводила. В общем, кто как может. Хорошо, что не лазерная рулетка. Я к тому говорю, что вы радуетесь, что хоть как-то снял, спасибо вам большое, как-то точно строитель снял мерки. С ответом, с ответом, со всеми делами, он говорит, переругалась, но он говорит, что вы ругаетесь, вас снимают, радуетесь, хоть чем снимает, и то хорошо. Нет, девочки, вот когда вы говорите, как самому себя снять мерки? Слушайте, вот как бы вы себя не снимали мерки, не измерьте себя все равно. Понимаете, вы, нет, я в нашей группе ВКонтакте выложила видео, как самому себя снять мерки. Но я считаю, что если вы живете, как, кто у нас там, эта отшельница, Агафья Тихоновна, или Агафья Тихоновна, как ее, Лыкова, да, да, вот, ну живет там себе человек, ну даже у нее там, это толпы народа бегают к ней, это посмотреть, как она проживает, это поймай кого-нибудь, попроси, чтобы мерки снял. Но мы не живем отшельниками, но попросите кого-то, вот объясните, это должна быть линия, вот параллельно вот этой, ну как бы. Причем мерки-то надо снять один раз, чувствуете, что не меняете форму, так и зачем каждый раз? Полный, полный список всех мерок, один раз, мучайте человека, дарите ему шоколадку, все, и все счастливы. Виктория говорит, я имею свойство то толстеть, то худеть, неожиданно и в разных местах. Ну, спина, обед потолстеть. Толстеть живот, ему можно померить. Да, не так много, вот понимаете, даже если вы толстеете, на там, не знаю, я когда худела, у меня, это, производили контрольные замеры, это было вообще, то есть я должна была раз в неделю ходить на контрольные замеры, вот они мне там замеряли, вес и размер. Так вот, не во всех местах выполняйте равномерно, в основном все-таки это живот и бедра, все остальное, ну, пропорционально там, ну, плюс-минус там 2 сантиметра, все, то есть не катастрофически, в трикотажных изделиях, но не катастрофически. Поэтому плечи у вас, извините, всегда будут на одном и том же месте, вот как бы вы там... Спина всегда, ну, это надо катастрофу устроить, чтобы спина изменилась. по груди, если вы там пушапы уносите, то, да, могут мерки измениться. Ну, не знаю, Виктор, мне кажется, у вас такой уже опыт большой, что уже как бы можно понять, где чего прибавить и чего, чего откуда отнять. Ну, и потом, опять же, худею, не худею, берете, вяжете, вяжете какое-то изделие и берете по груди себя замерили. Все, изменилось или не изменилось. Все, если не изменилось, ну, значит, берем старые мерки, старую вытрубку. Если изменилось, значит, по груди делаете прибавку, подмышка пройма, скорее всего, у вас так и останется. Скорее всего, у вас только по груди вот нужно там на один, на два, на три сантиметра увеличить и сделать вот эту прибавку. Поэтому, как бы, есть мерки, которые у вас останутся всегда. Вот, как бы вы не растолстели, высота ваша не изменится, ширина плеч вряд ли изменится, горловину, да, она может как бы увеличиться, но, скорее всего, вот пройма, высота груди, длина изделия, там длина до талии, высота спины, они остаются теми же. Меняется только у нас, что, объем руки может измениться немножко, и объем талии бедер, и объем по груди, потому что жир все-таки в основном спереди выкладывается. Поэтому можно и сами. Не знаю, если вы подправитесь на 50 килограмм, то да, будет катастрофически. Если на 5 килограмм, но не катастрофически вот ваши эти мерки. Ну и как мы будем хвост делать? Этому крючком, просто маленькую пепочку сделаем. Вот мне нравится такой вот... Ну он длинный, а что у меня тут? Нет, нет, ну давай хоть какой-то сделаем. А можно у него еще чубчик сделать? Чубчик сделаем. Чубчик сделаем. Рука тянется, да? Да, а чубчик обязательно. Ну, хвост не должен быть большим. Наверное, пемпочка должна быть. Розовая пемпочка. А знаешь, можно сделать какую-то пемпочку? А вот, знаешь, этот способ цыганский, когда делает розы, вот вставляет игру, вот так-то ее обматывает, и когда стягивает, получается такое вот это, колечко. Ну давай попробуем. Ну я так и способом знаю, но он для хвостов не очень подходит. Не очень? Да. Для хвостов все-таки лучше подходит. Я бы на машинке связала. На машинке толстенький был. Да, давай на машинке. Давай на машинке. В этом времени это миллион лет, поэтому... Ну вот, но я не договорила вам про марафон «Рыбка». Значит, еще раз остановилась я на том, что за 500 рублей вы получаете возможность участвовать с отчетами. То есть, сдаете предыдущий отчет, получаете следующее задание. Необходимо уложиться в рамки марафона. То есть, на задание сдается 3-4 дня. Вот за это время нужно, чтобы вы прислали отчет. То есть, не так, что я через 2 месяца сделаю этот отчет и будьте любезны, мне пришлите следующее задание. Нет. Марафон идет вот от и до. На выполнение задания дается там 3-4 дня. И именно в это время нужно сдать задание. Я считаю, что вот такой марафон, в котором есть ограничения по времени и вы, возможно, вылетите из него навсегда и не получите ничего, он очень стимулирует на то, что вы вязали. Потому что у большинства есть проблемы. Дети болеют, там мужья, что-то там на рыбалку, еще что-то. И начинается откладывание. Вот если вы хотите связать это изделие, держите его здесь сейчас. Вам 4 дня дается на то, чтобы связать какую-то одну деталь. одну-две детали. То есть если вы вяжете на себя, а чего такой цвет-то какой? Розовый хвост. А-а-а. Или, думаешь, надо рыжий? Ну, я думаю, что рыжий надо какой-то уж какой-то красивый. У хомяков лысые хвосты. Это я помню. У нас были знакомые хомяки, но ладно, не будем уже. Понятно. Ну, как-то вот он другую ассоциацию у меня вызывала. Ну, ты знаешь, вот даже в голову не пришло. Ай-яй-яй. У нас с тобой разное развитие. Наверное. Вот мышиный хвост, я понимаю, хвост-хвост. Кошачий хвост. Ну, вот. А у них так? Так вот. В марафоне «Красная рыбка» есть еще два тарифа. Один тариф без отчетов. То есть вы получаете мастер-класс, смотрите его, конспектируете, там вяжете, не вяжете, успеваете, не успеваете. Ну, просто вы смотрите, мы от вас ничего не требуем. И есть тариф, когда вы можете осмотреть, можете не смотреть, можете вязать, можете не вязать, но вы получаете запись и можете по итогам этого марафона связать изделие потом, через какое-то время. но хочу сказать, что в большинстве случаев те, кто, ну, не знаю, одна десятая часть из тех, кто получал запись, нам когда-либо докладывали, что они все-таки по этому марафону что-то связали. В большинстве случаев, нет, даже не одна десятая, наверное, не знаю, одна часть. Потому что это все складывается в обмечении запаса. Все это складывается и лежит до лучших времен, которые никогда не наступают. Потому что, вы думаете, я там выйду на пенсию, мне на пенсию... Мне очень понравился какой-то фильм. Что же за фильм? Просто включили уже ночью перед самым сном, щелкали каналы, и наш старый советский, там милиция пришла к старому помещику, он когда-то там у папы был. А неужели, спрашивают, что у вас нет запасов на черный день? Такой еврейский евро одесский, когда он говорит, о чем вы говорите? У меня вся жизнь черный день. Такое у нас складывается все на этот черный день, который может или никогда не наступить, или он всегда, но до вязания дела не доходит. Вот, и поэтому есть три тарифа участия, 500, 750 рублей и 1000 рублей. Жидко получается невероятно красивое. Мы действительно вяжем то, что нравится нам, не по эскизам заказчика, а именно так, чтобы понравилось нам. Поэтому вы можете присоединиться к этому полету нашей мысли и связать на себя, потому что... Ну, при этом я изо всех сил стараюсь сделать так, чтобы это могли повторить те, кто хоть как-то вяжет на машине, потому что можно наворотить такого, что это будет просто невозможно повторить. это, конечно... Это, конечно... Хвост, это... Нет, да. Хвост, это не мое сильное место. Да, да, да. Вот я вот вижу, да. Ладно. Хвост, так хвост. Beautiful. Так, и сюда чуб. Чуб будем делать из рыжего же, наверное. Ира пишет. Здравствуйте, мне очень нравится ваша мастер-класса. Хотелось бы мастер-классы по игрушкам. По игрушкам. Детки мои очень просят слоников, медвежонков и бегемотиков. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ой, здорово. Ну, вот такого, наверное. Ага, ага. Вот. У нас мастер-классов по игрушкам много. Правда, эти мастер-классы все закрытые, потому как мы три года мастер-классы делали в таком формате, что только тем, кто присутствует в живую, мастер-класс был доступен. Для всех остальных мастер-класс был недоступен. Поэтому сейчас мы мастер-классы открываем, и потихонечку вы сможете эти все мастер-классы увидеть. По медвежонку у нас мастер-класса нет, у нас есть по коту. По медвежонку у Тимка есть. Ну, это не посиделка. Не посиделка, это плана ценный урок, да. Виктория говорит, а я научилась вязать плясей, освоила валану. Ну, супер, супер. Виктория, вы вот как бы как, я бы не сказала, как ученик, вы как человек, который, которого можно приводить в пример целеустремленности в познании определенного вида рукоделия. Наверное, поменьше петли делать. Я думаю, что надо пришить и просто обрезать. Ну, давай. Ага. Что? Иголка где-то тут лежала. А, у меня нет, большая. Я убрала, а вот она. У меня привычка убирать иголки, я их все время так не убираю теряю. Вот. Поэтому еще раз покажу, что у нас получается. А получается у нас вот такая рыбка, красная рыбка. Вот это, вы видите, узор. Это пряжа пехорка. И, к сожалению, готовые изделия еще мы вам показать не можем. Поэтому вы увидите это только уже когда начнете. Но по эскизу вы можете понять, к чему мы стремимся. Хочу небольшое уточнение сделать по поводу этого вязания. Там я вяжу на двух фонтурах, на двухугольницах. Лезинки и узор, который вы видите, сама рыбка. Это двухфонтурный узор. Но в уроке я показываю, что этот двухфонтурный узор очень просто вяжется на одной фонтуре. Как показываю? Я не знаю, этот урок будет не знаю пока. Не знаю. В общем, я говорю о том, что ежели у вас одна игольница, вы вполне себе можете этот узор связать и получить такую же жилетку. Да, резинки придется поднимать. Но с другой стороны, мы не звери и мы не настаиваем на том, чтобы вы вот именно так повторяли. Если вы очень хотите, вы можете вязать планки. Ну, во всех наших мастер-классах мы всегда даем возможность сделать что-то по-другому. Рассказываем, как это можно сделать по-другому и что у вас в результате получится. То есть, вы не просто начинаете экспериментировать, а все-таки понимаете, что вы делаете и к чему вы придете. Ну, чего, как тебе? Ну, нормальный, нормальный хомяк. Хомяк и хомяк. Я бы еще покороче сделала причесочку. Хомяк и хомяк и хомяк. Так получается, потому что кожа планировалась вот такая. Получилась мышь, из мыши получилось что-то там еще. В общем, они вот так вот на самом деле мы можем превратить, может быть, в каком-то мастер-классе в слоника. Вот кто слоника у нас просил, Ирина, мы можем сделать и слоника, показать вам, что на самом деле вы не понимаете, что у этой игрушки возможность превратиться и в медвежонка, и в бегемотика, и в слоника, и в кого хотите. Вот вы не видите этого, я вижу. Но если мы с вами все время будем вязать шарики, вам просто это будет скучно. То есть, когда вы поймете, что один и тот же шарик можно превратить в любого вида животного, вам будет это скучно. Ну, вот когда ничему свяжем слоника, вы поймете, что... Да. Вот знаете, следующий год, год крысы. И вот, девочки, пожалуйста, копите этот мастер-класс, вот у вас хомяк и мышка, чтобы вы к Новому году могли этих животиночек связать. То есть, чтобы они у вас уже в арсенале будут. То есть, накапливайте, что будем дарить на Новый год. Потому что перед Новым годом, конечно же, мы сделаем морская свинка. Ну, вполне и на морскую свинку похоже. Вот она, кстати, по цвету, да, вот эта рыжая морская свинка. Не рыжая, да. Ну, вот. Так что Виктория говорит, а я так, Виктория говорит, ну, то есть, научилась пляссей и освоила волны. Когда дети пинают, сложно отказаться, приходится учиться. Представляете, какие монстры там пинают ее, маму пинают, пошла свинела, да? Пошла, ну-ка, иди лежи. Хочу, хочу. Ой, бывшая толстая кошка, похожа на мою шиншиллу. Только хвостик нужен волосатый. Ну, Елена, вот я говорю, что вы просто даже не можете себе, ну, не знаю, как вот вы не видите, что эти игрушки можно превратить, вот вы видите, один и тот же шарик, ушки побольше, ушки поменьше, хвостик туда, хвостик сюда, вот попками давай покажем. Ну, вот здесь никого. Здесь вот молодчики ходили, но получили. Ну, вот видите, вот одно и то же, но когда вы скажете ребенку, это кошка, а это мышка, а это хомяк, а это морская свинка, ну, как бы все, вот дети так и будут говорить, что это морская свинка. То есть третья округа. Она сказала, что это морская свинка. Да, да, поэтому мы уже вязали по этому принципу собачку, мы уже вязали по этому принципу, что в этом, свинку, то есть вот вам кошка, хомячок, еще и морская свинка, вот, и мышка. Еще и собака была, голова собаки. Да, но собака не по такому, в принципе, она из двух частей была сложная, но в принципе, все равно шарик. Да, да. Ну, вот видите, мы еле-еле это за час уложились, то есть как бы натянули на час. Поэтому... Зубка пробного, мне было совершенно некогда, я связала вместе с вязанием за 10 минут, и понеслась к Светлане показывать пробник, потому что все у нас делается так, она говорит, хоть мы очень долго... Зубки надо, чтобы видно было, что сыр зубами захомячил. Ну, я тоже думаю, что может быть, потому что нос у тебя какой-то такой получился, как будто губки, то есть вот как бы не совсем на нос похож. Девочки, значит, у вас ночь впереди, детям, покажите детям, покажите детям, и они вам быстренько скажут, что надо, зубки, ножки, ручки, там чего угодно скажут. Поэтому, может быть, покажем задние ножки, как мы с тобой хотели. Ну, покажем такое. Ну, как я-то покажу. Я же руководитель. Я же не умею. Я же не плеваю, рабуя. Так, меняются руки в кадре. Значит, на самом деле, вот эту мышь можно сделать действительно очень многообразной. То есть вот, если бы мы были корыстными, то мы бы, конечно бы, ее разделили бы на пять частей и пять мышей разных связали. Но, сегодня, когда Наталья пришла, мы обсуждали, а что будем делать, ручки или ножки. Наталья сказала, ручки. Но мы на самом деле хотели ножки сделать. И вот если вы вот так вот возьмете и зажмете, ну, ну, как бы вот эту часть, то у вас вот здесь вот получается бедро. Вот такое. И получается, как будто мышка сидит. То есть, если вы сюда пришьете какую-то лапку, то вот посмотрите, что получается. Получается, как будто бы мышка сидит. То есть, вот у нее попка, и вот так вот, еще можно вот так вот чуть-чуть подхватить иголочками, и получится вот такое, самое настоящее бедро. То есть, мышка сидячая будет. Но вы сами решайте, что вам хочется, чтобы, как бы это, грудь плавно переходила в живот, а живот в попу, либо же вот как бы ручки, как мы сделали у, вот у этой, когда ручки параллельные. Смотрите сами, какой вариант вам нравится. Вот моя идея была ножки сделать. Наталья сказала, что лучше, наверное, ручки, потому что сыр задними ножками не держит. Вот. Но мне вот хотелось, чтобы вот эти ножки, вот как бы вот бедро так вот это вырисовать отсюда. Ну, вот как бы, так как мастер вяжет, вот как бы мастеру виднее, что сделать, ножки или ручки. Но было бы достаточно прикольно, если бы вот такие вот она сидит, и у нее это, ножки на ножках лежат щечки. Вот у меня такое видение этого хомяка. Поэтому вы решайте сами, как вам удобнее. Ну, на этом наш мастер-класс заканчивается. Ничего там нету, Комментарий нет. Ждем ваших кошек-мышек. По прошлому мастер-классу, который у нас был, юбка с переходами, ни один человек, а что-то не прислал. А потому что в свободном доступе. Да. Когда у нас видео было закрыто, отчеты присылали, с радостью вязали, и учились. Да. Потому что все хотят научиться, но никто не хочет учиться. Да. И вот здесь вот точно так же. Как только это есть возможность отложить, то это все начинает откладываться. Поэтому надеюсь, что ваши детки посмотрели и заставят вас мышек связать. Ну, пусть немного, но все равно эта мышка всплывет перед Новым годом. С вами были Светлана Амельян, Наталья Красова и наши вязальные посиделки Квадрат Некрасовый. Быстренько, за час. Быстренько, за час.